Братья и сестры, мое желание вместе с вами сегодня обратиться к очень известной старой истории, древней истории Ветхого Завета, которая произошла несколько тысяч лет тому назад. Четвертая книга Царств, мы прочитаем с первого стиха. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Прочитаем с первого стиха. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся, Господа, теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, выбери немало. И пойди, запри дверь за собою, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилась масло, и пришла она, пересказала человеку Божий, и он сказал, пойди, продай масло, и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. Известная история, братья и сестры. Вы знаете, когда мы говорим о семье, христианской семье, когда мы говорим о семье, христианской, где есть благословение, что мы имеем в виду? Вот когда мы иногда слышим свидетельствами, слышим такое выражение, какая благословенная христианская семья, правда? Мы все-таки предполагаем и часто слышим свидетельства, знаете, что все хорошо в этой семье. И муж-служитель, желательно пресвитер, и детей много, и жена послушная, вот идеально послушная жена. Вот просто переселись в этот дом и живи, наслаждайся просто, такое благословение с утра до вечера будешь. Братья и сестры, это неправда. Это далеко не всегда так. Братья и сестры, я вам скажу, что мы плохо знаем даже друг друга и свои семьи. Сколько скорбей, сколько переживаний происходит в христианских семьях. Сколько тревог, переживаний в семье служителей. И Писание нам очень ясно показывает картину, что то благословение, которое люди иногда рисуют в христианских книгах, особенно в художественной литературе, мне кажется, сколько вранья там в христианских, все так, знаете, таким, помазано как бы елеем, знаете, вот как бы все в таком красивом свете представлено. Мы видим в истории, самое лучшее, правдивое, реальное, это Библия, братья и сестры. Без всяких приукрашиваний показывает реальность жизни. Она сложна, она непростая. Много горя, переживаний. Обратите внимание, нам Дух Святой показывает историю одной семьи. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею. Почему она вопит? Почему она говорит о своем страдании, о своем горе? Он говорит, что мой муж умер. Это раб твой. По всей видимости, мы знаем, что Елисея была, помните, школа, где были пророки, были служители, которые воспитывались в особых ословиях определенных. И один из служителей того времени умер. Но она пришла с такой переживанием. Она дает очень правильную характеристику. Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Этот человек, она не просто говорит, был раб твой, но раб боялся Господа. Такая характеристика прекрасно дается. Это качество, братья и сестры, очень редкое. Не так часто сегодня встретишь среди христиан, которые по-настоящему боятся Господа. Знаете, в Священном Писании много есть о страхе Господнем. Несколько только. Страх Господень чист, пребывает вовек. Страх Господень ненавидеть зло. Страх Господень прибавляет дней жизни. Страх Господень источник жизни, друзья. Вот этот человек, он реально имел страх Господень. И он умер. Но знаете, еще страшнее, что произошло, она говорит, что пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. То есть, по всей видимости, долги были в этой семье. И вот теперь этот человек пришел и хочет забрать детей в этой женщины. Интересно, что она знала, кому прийти. Она знала, кому прийти, какому человеку. Она приходит к пророку Господнему и ищет у него помощи. Интересно, как реагирует Елисей. Он задает ей два вопроса. Во втором стихе мы видим, во втором, если можно брать, откройте, пусть, чтобы следить эту историю, видно было. Он задает ей две вопроса. Первый вопрос, что мне сделать тебе? И второй, скажи мне, что есть у тебя в доме? Вот первый вопрос, который, по сути дела, Елисей говорит, чем я могу тебе помочь? Вот чем я могу тебе помочь в твоей ситуации? И на первый вопрос эта женщина, она не получила ответ. Приходит Елисей, помоги мне. Он говорит, что мне сделать тебе? Чем я могу тебе помочь? Но интересно, тут же второй вопрос он задает. Он задает такой интересный вопрос. Скажи мне, что есть у тебя в доме? Что есть у тебя в доме? Елисей, почему ты спрашиваешь, что у тебя в доме? Друзья, Елисей был необычным человеком. Елисей был тем человеком, который знал, что говорят царю на ухо в его спальной комнате. Помните, да? В книге «Царь», четвертой книге «Царь», только в шестой главе, двенадцатом стихе написано об этом. Когда интересовался царь, каким образом знают, что происходит в царском доме, в царском дворце, вот эти все тайные советники, которые собираются, то один из слуг царю сирийскому ответил следующее. Четвертая книга «Царь», шестая глава, двенадцатый стих. И сказал один из слуг, скажите мне, кто из наших в отношении с царем израильским? А слуга ему ответил, Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Представляете, каким обладал знанием, каким обладал откровением, видением открывал Господь ему абсолютно все. Поэтому он задает ей вопрос, скажи мне, что у тебя в доме? И на второй вопрос она отвечает, нету рабы твоей, ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Какой ответ, братья и сестры? Вы знаете, поражает, друзья, вот ответ. Как ничего нет? Что ты имеешь в виду, ничего нет? Бедность, абсолютная бедность. Глубокая нищета. Муж умер. Дети находятся в огромной опасности. Что у тебя есть в доме? Ничего нету. Абсолютная бедность. Но что-то есть. Есть сосуд с елеем. Братья и сестры, вы задумывались, почему именно в этом доме, среди полной нищеты, отсутствия, достатка элементарного, был этот сосуд с елеем? Братья и сестры, для пророка Господня он представлял особую ценность. Для израильского народа в целом они понимали. Сосуд с елеем. Елей он символизировал присутствие святости, присутствие Господа. Знаете, когда пророки использовали его, когда Господь посылал помазать? Елей используется для помазания в пророки, царя. И обязательно в пророка должен быть этот сосуд с елеем для священнодействия. Но он символизировал еще особое, символизировал присутствие Божие, благословение, что там есть. Вот обратите внимание на это, Елисей и обращает внимание, что у тебя есть. Ничего, но кроме есть, есть вот этот сосуд с елеем, братья и сестры. Настолько мы ценим, братья и сестры, то, что у нас есть. То, что мы имеем в наших семьях, братья и сестры. И в какой, на каком, скажем так, полочке нашей духовной жизни находится сосуд с елеем. Братья и сестры, в нашей духовной жизни сосуд с елеем – это символ присутствие Божие. Это то сокровенное, драгоценное. Это то, что мы уделяем особое внимание, друзья. Наверное, в вашей комнате есть место, где вы читаете, читаете, молитесь с семьей, с женой или лично. Я знаю, где моя жена читает Библию каждый вечер. И она знает мое место, где я молюсь и читаю. Друзья, это очень важно, когда, пусть в нашем доме ничего нету, но есть вот этот сосуд с елеем, присутствие Божие. Интересное решение, друзья, есть интересное решение. Мы видим, каким образом Елисей, что он говорит ей? Он говорит ей, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. Обратите внимание, нету ограничения. Он не сказал, набери там 10-12 сосудов, это послужит тебе. Нет, говорит, пойди, набери сосудов, соседей, сколько сможешь набирай. И следующее, что нужно делать? Следующее, нужно пойти заприть дверь за собою, за сыновьями твоими. Наливай все эти сосуды полные, отставляй. Я не знаю, эта женщина, она видела ли что-то подобное в своей жизни, но она была женой, друзья, служителя. Она была женой служителя, она видела своего мужа, жизнь своего мужа. И она понимала, обратите внимание, какое полное послушание она проявляет, эта женщина. Она не задает вопросов, она не задает лишних вопросов. Она идет, набирает эти сосуды. Но обратите внимание, что нужно было это сделать при особых обстоятельствах. Он говорит так, 4 стих 4 главы. «Пойди заприть дверь за собою, за сыновьями твоими, наливай во все эти сосуды полные, отставляй». Друзья, это было особое, такое удивительное чудо происходило на глазах этой семьи, которая особо нуждалась. Можем себе представить, вот этот сосуд с елеем наливается в пустые сосуды, и оно никогда не прекращается, это масло вновь и вновь и вновь и вновь. Что происходило в сердце этой женщины? Что происходило в сердце этих детей, которые уже себя видели, наверное, рабами уже, которые должны были забрать? Я думаю, ее сердце наполнялось особым умилением, благодарностью Богу. Она вспоминала с благодарностью своего мужа, его верность. И она думала, Господи, как хорошо, что у нас остался этот сосуд с елеем. По сути дела, друзья, это спасло их жизнь. И обратите внимание, что произошло. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов, остановилось масло. И пришла она, пересказала человеку Божию, он сказал, пойди продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Братья и сестры, у меня вопрос. Как вы думаете, как сложилась жизнь этих сыновей? Я верю, что они пошли по стопам отца. Никогда в их жизни никогда не забудут это событие, это чудо. Когда они стали свидетелями, как Бог таким простым, но сверхъестественным чудом спас их семью. Благодаря чему, друзья мои? Благодаря тому, что в доме ничего не было, кроме сосуда селеем. Друзья, я не приглашаю сегодня к аскетизму или нищете, друзья, избавиться от всего, друзья. Я сегодня хотел бы, когда мы будем молиться, друзья, хотел бы, чтобы мы, просто возвращаясь, вернувшись домой сегодня, благодарили Господа за то, что у нас есть и много, и все у нас есть, и в изобилии есть, друзья. Мы всегда с женой благодарим, друзья, за уют, тепло, хлеб насущный. Это каждая семья, я верю, делает, друзья. Но очень важно благодарить Господа, чтобы в наших семьях был этот сосуд с елеем. Драгоценный – это мир, который так необходим, друзья. Можно иметь все. Можно иметь огромный экран в телевизорах, знаете, сегодня популярный, который работает постоянно. А не иметь сосуда с елеем. Можно в гараже иметь хорошие машины. Можно на аккаунте иметь хорошие деньги, друзья. Но не будет сосуда с елеем, друзья. Мы будем сухими, пустыми. Мы сегодня согласились молиться о наших детках, о наших семьях, друзья. Как это важно. Я бы хотел, чтобы сейчас, когда мы склонимся, соберемся маленькими группками, и детки соберутся, и Саша тоже подойдет с Настей, тоже будут молиться о этих детках, друзья. Чтобы мы молились, Господи, благослови наши семьи, благослови наших детей. Благослови, чтобы у них в семье они видели, что в отца есть то, что смазывает. Присходит конфликт, друзья. Вы слышали, когда петли на дверях неприятно трещат. Двери бывают в комнате. Что вы делаете? Что нужно для этого? Одну капельку масла. Одну капельку масла. И многое-многое, к чему мы обращаемся, друзья, в нашей простой бытовой жизни. И тот же елей благоухания. Немного нужно, но оно должно быть, друзья. И тогда, приходя в доме, друзья, пусть ничего нет, пусть скромная обстановка, но как приятно, когда чувствуется это благоухание и благословение присутствия самого Христа. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Аминь. Спасибо.